итак всем привет с вами т.д. наше задание на сегодня от б.р. спасибо три на три сегодня катаем ребятки рассказываем что как почему мы делаем уже был один гадик можете к нему вернуться такой следующий так сказать тоже геймплей все в реальном времени четенько с разборчиком по факту так мы появляемся против нас тиран зерк рандом предполагаем что возможно ну все раз и разные если есть возможность свою собственную стенку ставить будем ставить если нету я обычно рекомендую без стенки играть это не критично от этой карте мы начинаем на базе вместе с союзником соответственно стенку здесь мы ставить пока что не собираемся открытие на вот эти все режимы рекомендую через два гейта но в принципе 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 будет работать вот такое вот еще открытие думаю вам будет интересно посмотреть такое новенькое играем пилон гейт два газа вот как я понял нужно поиграть в адептов немножко попробуем адепты на самом деле такие не самые крутые юниты ну поиграем всякие разные вещи немножко вот короче что мы делаем мы ставим сразу второй пилон и пустим пробок видите наши союзники уже дерутся за стенку то есть большинство считает что это важно но нет стенка не очень важно тем он еще разведает видимо вот рекомендую начать строить силы то просто на случай например 12 пула что сейчас прибегает соперник нам сделать не обязательно понадобится прям но если это 12 пол и это будет несколько двенадцатых пулов нам будет жестко на самом деле вот поэтому 25 nexus мы ставим сейчас думаем вроде бы все безопасно вроде бы не прибежали линги отменяем зелота заказываем stalker центре варк центре мы делаем буст и сразу же ставим 2 гейт технологию то есть второй гейт и роба мы видим мы видим прокси рик раз знаете все дается очень элементарно я говорил достаточно буквально пилона и чем но пилоны батарейки естественно чем мы будем защищаться смотрите мы сейчас во первых кидаем сразу же разведку понять сколько вторых вас у соперников будет и два stalker заказываем сейчас мы поймем просто-напросто надо нам здесь продолжать какое-то развитие нет да смотрите у них 2 база упраться вот под батарейка все это у нас сказать бессмертная и на массы перы скажем так не самое эффективное открытие получается отправляем от сервера вперед и сейчас как мы говорили поиграем в адептов просто покажу как они работают будут адепт с апгрейдом по моему они надежнее ну как видите защищаться все вообще без проблем и мы сделаем только 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 один газ на данный момент раскачаем 2 база и пойдем в атаку проверяем если там все еще бараки да видим что они улетели уже начинаем делать адептов нам нужно будет 6 гейтов именно 6 гейтов мы сможем принципе играть так чтобы не нервничать как сказать что мы в полном алыния вот сейчас самое интересное что у терана соперника это дарки я говорил да дарки очень популярная тема ну а точнее не популярная дарки самая эффективная тема которую вы можете придумать вот но мы сейчас залетим главное найти место куда мы можем залететь всегда есть место вот и переходим нашу третью базу терна мы по сути уже объяснили тервину все что происходит как видите адепт из плюс один вываливают просто жесткую историю поработаем над процессом чуть-чуть не успели поработать наверное слишком сильные турельки вот и за адептов какой свечу нас то есть адепта это одноразовая история вот ну свечить будем естественно blink stalker и колоссы видим караптер ему там нас это устраивает и мы можем подумать еще над blink stalker и над колоссами конкретно мы можем подумать то есть возможно это имморталы еще будут возможно имморталы но хочется пока что stalker и колоссы добавляем вторую фаржу потом главное никогда не отчаивайтесь и 3 на 3 не забывайте ну победа зависит не всегда от вас полностью вы всегда можете делать все что хотите но бывает что ну ну никак невозможно с нашими соратниками так сказать кооперироваться займем золотую базу начинаем делать колоссов золотая база нам прям пригодится старайтесь если у вас армия предполагает хоть какую-то мобильность как у меня например что у меня есть stalker и принципе походить союзниками принципе хотя бы походить союзниками то есть не нужно на сто процентов их игнорить и добавляем архону то есть три роба вот с адептов 3 на 3 уже если свечите свечите жестко свечить когда мы меняем технологию внезапно собрались свечить сразу значит прям с трех роба колоссов выпасим все находим муту будем готовиться отбиваться сталкерами распрыгиваемся принципе воздуха у нас хватает можно пойти погулять смотреть как у них дела пришло нас здесь напряженность такая будет слегка близкая часть к союзнику слишком неудачный парень на грелках работает потом и морталов начинаем делать про амгрейды не забываем шторм такой знаете пограничная история в 3 на 3 он вроде бы как сами по себе штормовики ничего с точки зрения занимаемого пространства очень плохо так вот мы видим что туда тут серьезная организация событий так сказать идет и мы сейчас переломим просто-напросто на отходе вот этих ребят вот как мы видим как я говорю смотрите смотрите как мута лопается просто вот обязательно добавляем гиток у нас ресурсов теперь много можно будет до варпать много вот мы теперь мы переходим в историю которая называется технологическая война то есть наша задача сейчас делать максимально мощную армию сейчас провоцируем получается на сюда на приход соперника ну и в принципе атакуем с колоссами и попытаемся разменяться в плюс и потом в до варпа переходить более технологические истории то есть колосса скорее всего не выживут против корраптеров зато выживут и имморталы и вот наша цель держать имморталов и архонов как можно больше то есть мы пытаемся вот в этой части игры добывать больше газа весь минералы в принципе вот так вот сливаем то есть мы берем щенков и отправляем вот просто туда где эти у нас всякие там ядерки прочая история мы экономически начинаем превосходить соперников весь газ как я говорил мы сливаем вархонов вот с адептов но адептов толку никакого не так как вы понимаете что но депута только по земле поэтому вот они как начальная атака очень прикольно работают чат на принципе это продемонстрируем о чем на данный момент эту игру хумы дотащили весьма весьма массивное сражение прикольно там конкретно заняли территорию показываю сейчас этот момент именно на дропе адептов то он уже произошел я понимаю да или нет еще дарки у нас тут развлекаются еще развлекается вот призма то есть смотрите вот этот вот дроп особенно на таких вот тернах которые начали очень жестко то есть какой-то этот прокси риперов он начал жестко но у него дома ничего нету и в этом прикол то есть старайтесь всегда нападать на таких игроков то есть на зерга будет напасть сложнее у него тут два шпиля у него возможно есть чем защищаться в этом же парня нет у него вот нечем защищаться и союзниками будет тяжело ему всегда помочь ну что это координация все остальное и вот вот мы начали игру зацените просто ли лимиты то есть у него сейчас 20 лимита у зерга 65 у процесса 50 так время как у нас тоже 50 после размена у нашего процесса 50 и соответственно у терна там 37 его подход цели то есть вот терн стоял защите он нормально отбился а этот терн пытался агрессировать него стал 20 лимита он ну он вот стал балластом грубо говоря для всей этой истории ну и адепты вообще в принципе вот крушат очень сильно и мы переходим такую сильную историю вот но адептов опять же как состав армии прям не рекомендую сильно их использовать адепты очень слабые против бейлингов против ну то есть вот если вот мы откроем такую штуку и подумаем против кого бы мы хотели использовать адептов может быть против зелков в удачной позиции где будут только зелки то зелки плюс архоны уже нет мы не хотим адептов мы не хотим их использовать против stalker против архонов против колоссов против фениксов принципе не хотим фениксы если их много если они с энергией они тоже адептов даже успеют перебить ну против вайдреев то есть вот в принципе адепту нам нигде не нужен против протосов против терна Вот если это еще мало медиваков, может быть, где-то как-то там они зайдут В противном случае, опять же, адепты теряют ДПС по итогу И мы не хотим адептов ни против меха, ни против био по итогу То есть как начальная атака, да, вот я как раз показал хороший билд у адептов Против зерга та же самая история То есть, да, адепты вроде бы созданы, чтобы уничтожать зерлингов, бейлингов Но они от них же и ложатся А в принципе адепты работают только против гидролизков То есть если там против вас три зерга и вы понимаете, что они троем решили играть в гидру Может быть, может быть, это зайдет Так, ну что, готовимся к второй игре Вот, а самое главное, как я говорю, нужен хороший план Хороший план примерно, что мы делаем, во что выходим Как вы видите, вот мы в землю играем Но в чем разница, вот мы играли и в воздух Что как бы, типа, самая лучшая стратегия Что, в принципе, вот мы играем в землю В землю тоже можно играть, но если мы играем в землю, нужно активно что-то делать И в каждом действии нужно понимать, где мы будем плохой размен делать, где хороший То есть с муталисками я там встретился Если бы их было очень много, когда за сталкера встретился И пришлось бы убегать То есть не стоит разменивать юнитов Вот это вот самое главное Вот, и размениваем только уже бесполезных То есть вот колоссы, мы их построили 6 штук Кажется, ой, так много, как они могут быть бесполезными, но нет Именно вот колоссы уже балласты в нашей армии, занимающие лимит ненужный То есть они нам были нужны, если бы соперники на нас пошли в атаку У нас 6 колоссов Там идут на нас вот такой толпой Мы сплэшем все это, разваливаем И у нас все круто Итак, играем с двумя зергами Вот здесь у нас каждого своя карта И у нас один рандом Вот, то есть если это рандом зерг, мы бы в принципе хотели бы 100% делать стенку А если это не зерг, можно погенерировать историю То есть не делать стенку Мы сейчас делаем стенку, и мы откроемся в 2 гейта А почему на этой карте я выбираю 2 гейта? Вот, все на самом деле очень просто Потому что здесь мы начинаем сами Вот, если у нас карта, на которой мы начинаем не сами, а вместе с нами еще союзники Рядом прям, бок о бок стоят Там можно играть без стенок По простой причине, что когда у вас все прям стоит на базе Все гейты, все остальные здания У вас юниты появляются прямо в минеральной линии А для чего в Старкрафте юниты? Чтобы защищать минеральные линии Вот, совершенно верно И что у нас получается? Какой такой проколдесс вылазит Получается такая интересная история Что у нас, если у всех стенок нету У нас у всех появляются юниты в минералке Мы, в принципе, сразу же замечаем, понимаем Что на нас идет атака И на кого идет атака? У него, в принципе, все, дома все защищается Если видим, что атака идет сильная, массивная То есть много соперников сразу идут на нас в атаку Одновременно То союзники спокойно из своих минеральных линий Выбираются к тому, на кого идет атака Вот, если же соперники поделились Здесь, опять же, у каждого своя минералка защищена И просто, если тебя не атакуют, иди помогай Вот, поэтому так вот это работает Интересно Дерги, как всегда, быстро делают базы новые Вот так Пилончик Я перепутал У меня вот тут вот база есть Значит, это вторая, это третья, это четвертая Сыграем, сыграем, сыграем На данный момент давайте Предлагаю дроп дарков И сейчас, опять же, как мы можем использовать адептов Очень тоже просто И забавно Адепты занимают мало газа И вы можете их использовать, как вот эти вот начальные юниты Сейчас вот я заказываю два начальных юнита Риперы прилетели Есть чем отбивать адептов Все замечательно Смотрим Достраивается твой лайт И, как вы видите, у нас будет и два юнита И будет Даркшайн, соответственно Барак Полетим там и нападать сюда Видим тамарики Четыре гейта И, в принципе, можно сказать Открылись мы Гейты поздновато получились Но это будет дроп двух дарков А там дальше видно будет, как говорится Параллельно с этим Начинаем делать Вторую базу Призма вылетела Ставим двоечку И поехали Раскачивать ее Ну, пока что не раскачиваем То есть призма летит Нам же надо еще докопить ресурсов Вот Обычный дроп Двух дарков Такой Неспешащий В принципе, можно чуть-чуть подождать И сделать дроп Прям четырех дарков К этим Просто 500 газа Не докапливается Поэтому можем прилететь Чуть-чуть позже Сделать Вот такую вот историю Вот Здесь у этого защита есть Начинаем раскачивать И пытаемся дарками Наносить урон Соответственно Дарков мы стараемся не отдавать Вот здесь мы забрали Смотрите Смотрите Идет атака сюда Теперь А мы дарками Залетаем с этой стороны Густим наше строение И думаем Думаем во что мы хотим Выходить Получается Знаете, здесь всех пробок порезали Можно пилоны порезать Дарков всех спасли Поняли, что это чарзелки Против чарзелков Против танков Получается Ставим второе робо Ставим Колосятню И Вот Мы попали В принципе В удачное Место Для того Чтобы Сыграть Наших Краски Колоссов Адептов Почему бы нет Нам третья база Понадобится Нашу, конечно Третью базу Занят Союзник Пойдем В другое место Развиваться И Вот Такой Интересный Мув У вас Всегда Есть Муз Чуть Чуть Позже Начать Строить Например Тех Колоссов И Поставить Две базы А Три на три Он Не так Динамично Привязан Ко всем Этим Атакам И вот Прочие Истории И Вы можете Смело Вот такие Мувы Делать Опять же Мы сейчас Делаем Три на три По просьбе Бэр Это в районе Обычном Играем Три на три Там Три тысячи Три Пятьсот ММР И Ну То есть Если вы уже попадаете В какое-то место Где вы понимаете Что Вас в каждой игре Пытаются просто Постоянно нажать Тогда Лучше Играйте Аккуратнее Немножко Окей Здесь же мы видим Что в принципе Мы поднажали Мы напрягли Его Противника Дарками Наши союзники В принципе Не атаковали Вообще И поэтому Ну мы можем Смело понять Что скорее всего Раз Они не атаковали Вообще Значит У них хватает Ресурсов Чтобы защищаться Ну и они Нас защитят В принципе Вот То есть Такая история Мы сразу Сделаем Две базы Сразу Наполняем И сейчас Покажу Просто Как замаксимся Жестко Вот Покажу Как мы Жестко Замаксимся Сначала Наполняем Все Ресурсами Делаем Полные Экономики Адепты Готовы Дальность На колодцах Готова То есть У нас Есть Даже Дарки Еще Это Будет Наш Архон И вот В принципе Не знаю Будет ли чем Защищаться У соперника От дергов Но У нас Точно Сейчас Все будет Неплохо Я говорю Мы поменялись Вначале Мы навели Суету Наши союзники Навели Суету И В принципе Соперники Сдаются Сейчас Покажу Примерно Какой план У нас То есть Мы на четвертую Базу На вот эту Четвертую Переводим Наших Юнитов Перестаем Что-то Строить Делаем Еще Два Архона Делаем Три Фаржи Три Прямо То есть Если уже Играем В адептер И Подхалявливаем То Смело Три Фаржи Вот К сожалению Тяжело Показать Но Суть Примерно Такая Что Отсюда Мы начинаем Просто Вот так Клепать По два Колосса И кучу Архонов Добавляем Сразу Кучу Гейтов И Где-то К 11 12 Минуте У нас Будет 200 Лимита Там Будет Шесть Колоссов Где-то 8 10 Колоссов Парочка Архонов Которых От Дарков Осталось И Все Остальное И Вот Так Прикольно Будет Замес Замес Драчка Прям Будет Мощненько Вот А Дарки Будут Ходить И Говорить From The Shadows I Come Вот Так Все Следующая Игра Быстро Ищется Три Волны Прикольно Так У нас Прота Зерг Против Двух Тернов Зерга Два Терна И Зерг Вот В чем Косяк Любых 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 Абсолютно Т1 Юнитов Во всех Этих Три Три И Прочих И Историях В том Что Все Ваши Вот Эти Например Адепты Они Если Игра Останавливается Они становятся Бесполезными Что я Подразумеваю Вот К примеру Если Мы Берем Как в прошлой игре Дропаем Дарков Не Как в первой игре Давайте сначала Как в первой игре Как в первой игре Мы берем Вот Закидываем Адептов Делаем Дроп Адептов Окей Мы Начинаем Напрягать Соперников Но Они Защищаются От нас Втроем Вот То есть Если Нету Точнейшей Координации Чтобы Ваши Союзники Тоже На 6 Минуте К примеру Пришли И начали Наводить Суету К этому Времени То Получается У нас Вот такая Вот История Интересная Что Вроде Бы Вы Пришли Вроде Бы У вас Есть Адепты Но Менять Именно Технологию Очень Напряжно Если Соперники После того Как они Отбили вас Идут В контратаку То вы Просто Банально Застреваете На Одной И той же Экономике Вот И застряв На Одной И той Экономике Получается Грустная Ситуация А именно Вы Физически Не сможете Просто Напросто Так Сейчас Пытаясь Подумать Может Может ли Это Быть Фейк Лив Где Чувак Просто Раскачал Экономику Второй Минуте А потом Ливнул Потому Что Этот Типа Союзники Будут Получать Больше Ресурса Ну Это Прикольно Вот Вы Застреваете На Одной Той Экономике Просто Тяжело Из этого Вылезти И У вас Получается Будут Постоянно Горы Адептов И Соперники Чаще всего Будут Уже Менять Направление Своей Своего Развития Время Пока Вы Ну Ничего Изменить Просто Не сможете Вот Проверим У нас Есть Для Этого Разведочка Что Там Будет Происходить Видим Что Уже Куча Злодейских Собачек Там Бегает Дольше Чем Надо Это Ладно Так Одного Второй Базы Нет Одного Ничего Нет Бейлинг Неста Будет Взрывать Тера На Рабочие Стоят Бездельничают У Этого А Этого И Стоят Бездельничают Я Понял Ну Это ГГ Да НГГ Построен Мортала И Допушим В принципе Там Дергов Такое Между собой Какая-то Разборочка Мы же Здесь Подстоим На Форсфилдах Просто Напросто И не будем Никого Пускать Естественно Сделаем Дроп И Мов Да Соперника Поменьше Это ГГ Ничего Начинаем Следующую Каточку 3200 У нас Уже ММР А Нинатричного Весьма Неплохо Хороший Опеник Тоже На Три Вот Этот Рекомендую Его Использовать Такой Реально Неплохой Вот Поэтому Застряв К примеру На Технологии С Адептами Просто Напросто Вас будут Если заставлять Их строить Вы будете строить Банально Неэффективных Юнитов В то время Как Если соперники Открылись К примеру Что один Открылся Там Во что-то Против чего Адепты Еще работают То кто-то Из них Откроется В муту И Вы Опять же Полностью Отдаетесь В руки Союзников То есть Союзник Есть Какой-то Который Предусмотрел Это И сможет Один Отбить Муту Возможно От двух Игроков То есть У него Есть Феникс И отличный Контроль Тогда Все Окей Ну Либо Мины Например Классно Закопанные Либо Торы И парень Смутой Плохо Расконтролит Против них Вот Но В целом Такое Бывает Редко А Из-за Конкретно Карт 3 на Тришных Сейчас Мы их Тут Откроем Скорее Всего Не Не Откроем Вот Карты 3 на Тришные Они Предусматривают Как раз Таки Свою Динамику Игры То есть Вы Либо Вначале Начинаете Жесткие Замесы Потому Что У вас Открытое Пространство Есть И Когда Мало Юнитов На Открытых Пространствах Это Работает Прикольно Либо Потом Уже Так То есть Конкретно Оттянув Вот Эту Точку Когда Вы Уже Начинаете Конкретно Атаки Потому Что Атаковать Троих Соперников Почти Нереально То есть Когда Три Соперника Держит Рампу Вот Интересно Ситуация Возникла Как раз Парень Хочет Рашить Вот В принципе Как говорится Почему Нет Давайте Порошим Посмотрим Насколько Наши Раши Так сказать Взаимосвязаны Если вам Предлагают Рашить В принципе Ну Почему Нет Если У вас Есть В карманчике Какой-нибудь Поза Раш Вот Другое Дело Что Опять У многих Восприятие Своё Кто-то Считает Рашим Это Выход Мориками На Седьмой Минуте Вот Мы Понимаем Что Это Максимально Возможно Быстрая Какая-то Атака Вот Я предпочитаю Лично Дарков Конечно В этой Атаке Дарки Они Очень Классные Потому Что Мы Можем Не Просто Дропнуть Дарков Мы Можем Также Перевести Их Вархонов Сейчас Попробуем Как раз Такую Историю Сделать Мойте У нас Прибарака Газ Скорее Сего Это Рипперы Ну Вероятнее Всего Да То есть Хорошая Стратегия Ничего В ней Нету Плохого Вот То есть У одного Риппера Этот Идет Ставит Сц Нет Нет Причем Именно Вот Этот Парень Который Пошел Вниз Он Там И Выступал За Раш То есть Тут Этого Вообще Фото Нет Но Фото Нес Терна Это Такое Полу Гиблое Дело В принципе Сейчас Бункер Все Отобьет Ну Не Этот Бункер Конечно Вот Вот Три Марика Три Марика Риппер Все Это Дело Конечно Смогут Липать Тем Временем Спокойно Переходим В свою Историю Сделаем Одного Сталкера Нам Одного Сталкера Хватит Выше Крыши Вот Главное Бьем По Фатонкам Никогда Не По Пилонам К сожалению Тиран Того Не Знает Что Надо Уничтожать Сначала Потом Пилоны Вот Ну Да Ладно Вот И Как видите Что Сейчас Весь Рак Закончится Тем Что Очень Станет Скучно Нашему Сопернику Ну вот Отправляем Призму Потому что Как Задумался Еще Рипперы Пришли К Фотону Терял Я Сталкера К Сожалению Ну Сейчас У нас Дилемма Варпануть Либо Нет Не Знаем По-моему Не стоит Об этом Беспокоиться Придется Варпить Чтоб Не проиграть Естественно Вот Ну и готовимся Готовимся Сейчас Будем Варпить Дарков И отправляем К каждому Вот И начинается У нас Игра В принципе Нормальная Уже Вот И отбились В принципе Очень Интересная Рубилова Получилось Вот Как мы будем Их Добивать Они Уже Реально Близки К Мега Неудаче Мы можем Строить Юнитов Смело Проверим Прокси Базы И Залы Нем И Залы Вот Олынись Будем На Как бы Это странно Не было Адептах Адептах Сегодня Тема Адепты Вот Потом Такие Ребята Заходят Обычного Один На Один С Такими Прокси Нексусами Продолжение следует Продолжение следует Банши Конечно Отвратительное решение После дарков Что У него снова Проблема Не знаю Он вообще Может построить Юнитов Или нет Вот И сейчас Попадем Как раз таки В ловушку В которой Мы Поймем Почему Не стоит Играть В адептах Вот Мы попадем В ловушку Когда нам Вроде бы Нужно Подкушить И Мы Пойдем Подкушим Но Скорее Всего Скорее Всего Просто Напросто Большинство Ребят Открой Открылись В какую-то Полную Ерунда Стику Вот И Они В этой Полной Своей Ерунда Стики Они Смогут Отконтрить Банально Ну что-то Типа Мута Например Вот Килончики На Фотонер Просто Нагло Идет Триллион Бац И Сейчас Посмотрим Ну вот А нам стоит Тоже опять же позаботиться о новых базах Не отставать Берем Имморталов Готовимся сейчас Доварпывать И Атакуем Иммортал нам здесь в этой штуке, чтобы контрить танков В принципе вот так вот заходим и в одного все это дело контент Вот Параллельно с этим я бы Делал уже что-то типа свитча, добавляя газы на каждой базе Ну и прям крушил Крушил какую-нибудь мегаэкономикой Возможно это даже были бы уже и батоны То есть редко резко, а много очень старпортов переходим Кто ливанул, ливанул, ливанули все кроме вот этого процесса Ну это процесс тоже в принципе уничтожится в ближайшее время Да, ну так вот Загод бывает интересным Так, ну что, показывал, порассказывал адептов Я думаю теперь Просто одну жесткую карточку играем Прям полную силу показываем Мощь и силу Того как стоит в 3 на 3 играть уже Как, что, почему Вот это все Разберем Итак Поехали Поехали Мы против 3 проц 3 проц Это супер легко Это либо мы играем в мега халявич Либо Сразу в вайдер очков Вот Либо просто в сталкеров и выносим Мы уже знаем, что скорее всего один из них батончик Хотя вроде батончика нет Вот Нам сразу предлагают, что может Зарашим их Будет не очень в лейте Ну на самом деле На самом деле Тут две вещи Работают Во-первых Во-первых, что работает Что в лейте на самом деле Процессы, ну не такие жесткие Ну, как бы 3 на 3, где тяжело там понять, что происходит В принципе бывает Жестковато Влетает Вот То же самое И зарашить Зарашить проццев Очень легко Вот Ребята решают, что Рашить мы будем В 3.30 Два зерга Одинка Я понимаю Флутить будет Смотрим, что будет делать в протос Вот Мы сыграем стандартный Глагита Кибернетку В принципе Вроде бы Нас не фотонят Можно идти обратно Добывать газ Все достаточно Лаконично и просто Вот Раз уж все решили Пушить На 3.30 Ну, то есть Нам ничего не остается Кроме как Примкнуть к ним И сказать Окей Играем Тогда 4 ВГП И через робо То есть Ставим сразу Робо Адепты Нам не нужны Против проццев Нам нужны Два гейта И еще Один трилон Таким образом Мы Сможем Прилететь В атаку Ну и соответственно У нас будет Долларп 4 гейтов Как 3 гейт призма Только такая Вариация Подзергов Которые хотят Опытовать В 3.30 Проблема в том Что кто-то из них Хочет Роковать 3.30 А кто-то Хочет Придти в 3.30 Они оба Возможно Не сильно Понимают Друг друга Вот Пустим мы призму И об сервера На всякий случай Вот Прикол в том Что вот Хотят Ребята Заражить Они готовы Например Вот готовы Они вырезаться В эту стену Или нет Всегда вопрос В этом Ага Окей Тут не только Стена есть Вот Хорошо Можно поставить Сразу же Вторую базу Получается У нас такая Вот Интересная Занятная Эстория Вроде бы И в Пуш Идем Сейчас у нас Начнется Заруба Просто Микрим Спокойно Параллельно Можно уже Начинать Достраивать Так Ну Один Зерку Мудрился Прийти Четырьмя Тараканами Вот Он не знает Абсолютно Что делать Параканами Вот Второй Рашер Решил Вообще Уже Уходить Вот Мы же В свою очередь Скорее всего Сейчас Просто Напросто Выиграем Надо Избавиться От этого Форсфилда Тараканами В виде В виде В виде Нексуса Вот 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 Амикрим Тут Мы продолжаем Что-то Развлекаться Как говорится Подмигрывать Вот Самый главный Рашер По-моему Как всегда Сдулся Как обычно И бывает К сожалению Продолжение следует Ну и все На этом точно Закончилась История И Теперь Наша история Называется Вот так вот Вот мы Парашили Надо Выживать Ну По этой причине Я часто Вам рекомендую У всех этих Три на три На самом деле Не соблазняться На вот эти все Раши И Псать Редакам Нет Потому что Чаще соперники Смогут Просто Банально Защититься Потому что Те Кто Хотят Рашить Просто Типа Гол Раш Ну Чаще Всего Это Просто Слабые Очень Угроки Вот Ситуация Когда Мы Против Воздуха И Нам Как-то Надо Занимать Новые Базы То есть Нам Ничего Не остается Кроме Как Строить Просто Сталкеров И Играть Чит Блин Вот Надеюсь Мы Как-то Сможем Задефиться Вот И Какая Ситуация Сейчас У Нашего Другого Зерга И Вообще Без Понятия Конечно Вот Но Скорее Все Будет Плачевное Вот Потом Кто Самый Первый Захотел Раш Флип Флип Вот Смотрите И В итоге Как я Говорю Сам Флип Отказался От идеи Раша В конечном Итоге То есть Вот Это Самая Жесткая Это Самая Жесткая То есть Он Сам Отказался От идеи Раша И Я Не Вижу Вообще Что Он Оп Не Ну Это Слабенько Тут Нас Грелочки Не Напрягут А Мы Так Аккуратненько Сверху Постреливаем Как раз И Догоняем Амортал Всех Так Будет Контратака Вот Ну У нас Сейчас Есть Такая Интересная Тема Мы Сейчас Можем Подказать Копить Ресов Малеху Если Нам Повезет Не Словить Контратаку То Мы Может Быть Даже Что Нем Сделаем Здесь Хорошо Понимаете Мы Вот Эту Базу Не Дали С С С С С С Получить Вот Нам бы Сейчас Не Отдавать Вот Здесь Гидру На 5 Паркетикс Полеточках Сейчас Мы Сами Просим Бэкнать Жаркий Сегодня Карточка Прям Жара На Твом Деле Вот И Сейчас Здесь Жару Продолжим На Одном Белоне Белоне Просто Ну Не Надо Не Надо Там Дать Ерунда Так Показываю Как Просто Крушить Сломаем Всю Динамику Просто Заканчиваем Эту Историю С Пуш И Создаем Внезапно Внезапно Смотрите Что мы Создаем 6 Таргетов Сталкер У нас Будут На Разведке Нам Главное Понимать Что Где Она У нас Откуда Пойдет Поржа Надо Только До Фотонок И Все Вот Наши Страгиты Готовы Готова Наша 200 Лимитная История И Мы Сейчас С них Просто Начинаем Штамповать Резко Сразу Тьму Батонов Пока Соперники Делают Вот Эту Недоармию Мы Делаем Уже Свич Чтобы Когда Вы Делаете Недоармию Чтобы Это Не Была За Недоармия То есть Построили Зилков Они Должны Работать Ближайше 30 Секунд Сейчас Здесь Многие Любят Многие Любят Короче Начать Делать Статику Но Нет Статика Типа Ну Устанет Она Статика Ну И И вот Надо Прям Плотненько Брать И Этим Заниматься Вот И Мы Видим Крас В В виде Сталкеров Имморталов Видим Грелок Это Все Будет Супер Бесполезно В Очень Ближайшее Время Вот И Только Сейчас Можно Вот Так Вот Пикнуть Статики На Важные Нам Базы Вот В то время Как После Первой Партии Батонов Можно Даже Сталкеров Слить В принципе Можно Полностью От них Избавиться Все Вторая Партия Идет Вот И Архоны Архоны Это Хорошее Такое Подспорье Потом На Наземную Армию Если Вдруг Архоны Лягут Точнее Если Вдруг Батоны Лягут Я С Трудом Вообще Верю Что 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 С Батонами Может Случиться Вот Вот Мне Интересно Опять Флип Это Любители Парашить Который В самом Начале Был Делаем Немножко Вот Этих Ребят Вот 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 Мы Сами Дождались Сказь Нужного События События Отдаем Сталкеров Пустим Mothercore Пустим Амгрейды Вот Ну и Пошли Помогать Потихоньку Нам Главное Запустить Запустить В Работу Нам Надо Выпустить В Кого-то Интерсепторов Пока Чуваки Боятся Все Мы Выпустили Интерсепторов Сплэшем Грелочки Рядук Да То есть Вот Если Вы Не Можете Уничтожить Грелок Подумайте О том Что У вас Не Бло Трех Архонов Которые Там Заваншотят Практически Вот И Отсюда В принципе ГГ ВП У нас Получается Такая Жаркие Жаркие Кладки Назовись Вам понравились Сегодняшние игры Получились Прям Очень Динамичные Жесткие Три на Три Вот Мне Интересно На Четырнадцатых Минутах Наш Друг Филипп Очень Очень Ротовал За то Что Нужно Ити В Пушек Да То есть Вот Давайте посмотрим Какой у него Лимит То есть Мы Видим Что У нас 134 У Филиппа 200 Уже Или Нет Филиппов Он 141 Лимит И он Спрашивает Скоро Или Нет Скоро Или Нет В какой Момент Он Соберет Свои 200 Лимита Вопрос Просто Имейте Ввиду Какие Ребята Попадаются В Три На 3 Чтобы Вы Понимали На 14 Он Точно Нас Спрашивал Что Типа Скоро Нескоро Вот Он Все Спешил На 160 Лимита То есть Не Хотел Посмотрим Еще Графики В Этой Игре Давайте Посмотрим Графики Интересно По графикам Сколько Очков То есть Сколько Там Уничтожено Чего График Юниты Такой Вот Вот В итоге Лип Как обычно Меньше Всех У нас Уничтожил Юнитов И Все Такое Меньше Всех Построил Тоже Вот Так Вот Что Надеюсь Вам Всем До Новых Встреч Всем Пока